сроки строительства у нас когда будут уже оснастка взять когда будут работать технологии скорость строительства может быть километр в сутки всей системы это как потоком поточной строительства и даже трассу там протяженностью там допустим ну тысячи километров могут строить три отряда любую дорогу принципе можно за год-полтора пост но для этого естественно проекта смет документации подготовить стройку строительство самостоятельство может быть быстро самое трудное что-то опоры и вот на тебя ну опоры потому что фундаменты опор есть заболоченной местности с вечными злота и т.д. поэтому там своя специфика потом какие сложности но опять же не относительно сложности это путевая структура монтаж ее но мы тоже можем ее монтировать по точным способом очень быстро это потом натяжение струны но тоже это особого такого сложного там нет потому что сталь струны но если расстояние будет между ванки напорный 3 километра надо вытянуть на 15 метров это специфичная работа так да да сегодня таких специалистов наверно нет нет и когда мы сами делаем мы же в озерах это уже делаем в озерах был не так много же специалистов не так многие масштабы совсем релиза как это делает оснастка рабочий там просто и нажимать кнопку на теле то есть это не трудно будет количество нет это надо сделать это мы сделаем специально оборудование куда ты вставляешь струну и она вытягивает на 15 метров потом к ее установили санкеры нужно место и всюду сумма закрепена то есть эта работа ну похоже на работу когда напрягают допустим на мотору там мостом это преднапряженность будет использоваться строительное подразделение которое сегодня работают то есть такой подряд подряд действующими значит у нас есть подрядчик на строительной работы но ответственную работу мы будем делать сами тогда мы будем строить дороги именно там вам зарабатывать и инвестор которые на пришли к нам они же поверили в технологии да и они тоже должны зарабатывать потом настоится дорога поэтому это мы должны строить мы должны быть генподрядчиком а на суп подряд я могу нанимать ну на каждый вид работы свой год суп подрядчик а самые ответственные работы мы будем делать сами где раскрывается ноу-хау там где надо специальная снастка и мы эту снастку спроектировали сейчас вам изготавливать здесь я понимаю будет три части это первая строительная то есть инфраструктура подвижной состав и систему управления которая будет тоже до центры какие-то видимо да так вот тоже поддерживаю состав сборка будет за нами то есть мы будем производить фактически хотя элементы многие будут покупные они в таком виде перейдут тоже юниус а многие там каркасы у нас свой каркас да мотор колесо но свое мотор колесо так поэтому эти производства тоже мы будем организовать тоже вот где марина горка в технопарке сервис обслуживания вот этих всегда тоже вот эти вещи и мы же для этого строим что потом научиться обслуживать же каждый колесо конечно не не только дорогу надо обслуживать вот если так предметно скажем вот вы называли сами скажем санкт-петербург москва сочи на три тысячи километров это можно за пару лет построить но вот полтора надо пройти у нас все опоры роста пройти там десятки рев по согласовать и землеотвод там же уже не только государство принадлежит есть участников с ними согласовать сделать несколько вариантов пассировки что если допустим не согласуют где-то землеотвод то мы должны пойти другой дороги вот эта работа на но вот полтора иногда даже может два занять работа потом параллельно будет идти подготовка строительства то что надо разместить заказы на производство струн металлоконструкции на изготовление юнибусов на цены заводы построивших и изготавливать которые уже будут потом поставлять и на другие трассы они только на это какой-то пилот на проект да да конечно и потом можно за полтора года построить все три дня три тысячи и какая численность будет обслуживающая персонала она безлюдно будет фактически даже диспетч это вот автомат это вот компьютер в случае персонал нужен ремонтники только бригада ремонтика должна быть она будет мастерской у нас не депо большое здание маленькие мастерские как его там били типа таксопарк и вот и ремонт тяжелее небеса значит и должны быть рабочие так и в случае писана потом на станциях надо точно персонал больше всего это будет уборщик потому что надо же мы чистить и так далее все остальное будет автоматически водителей нет специально готовить не нужно не надо ведь уже году они не надо да и поэтому ночью те кто будут обслуживать трассу то есть они бригада будут периодически обижать смотреть там на те же единицы тем более что и не бы сам будет тестировать трассу и путевую структуру и струнные рельсы и опоры и так далее давать информацию если там где-то или поломка произошла опора может быть наклонилась поэтому надо приехать и отремонтировать это света и должны быть такие ремонтники ну собственно вот и все люди которые нужны пассажирская служба учет пассажиров вести продажа автомат делать продажа тоже будет автоматизировано билетов пожелать успехов спасибо спасибо но вы убедились что это все реальное и мы делаем нужно хотелось бы дожить до того времени когда мы же не будем затягивать доживете не чтобы это же не не через сто лет будет больше вот увидеть как это вот увидите в следующем году живете в следующем году